Об успехах и перспективах. Перед жителями о проделанной работе отчитывается фракция «Единая Россия» в Совете депутатов городского поселения Загорянский. Звучат данные за 2014-2015 годы. Отчет депутатов перед избирателями – практика обычная, форма свободная. Так депутаты Загорянки решили отчитаться о своей деятельности, так сказать, единым фронтом. В конце концов, залог любого успеха – это хорошая командная работа. Первой выступила руководитель фракции. Самой насущной проблемой, и это ни для кого не секрет, являются вопросы ЖКХ, благоустройства и дорог. Хочется отметить, что за прошедший период сделано было немало, благодаря совместным усилиям Совета депутатов, администрации. После выборов 2014 года в Совет вошли 9 представителей партии «Единая Россия». Трое из них возглавили основные комиссии Совета. Так, жителям представили отчет председатель комиссии по муниципальной собственности ЖКХ и экологии Антон Харчевский, руководитель комиссии по культуре, физической культуре, спорту, социальной и молодежной политике Светлана Кострова и глава поселения Наталья Суминова, которая возглавляет комиссию по вопросам местного самоуправления. Она рассказала и об основных показателях развития Загорянского. Так, одной из самых насущных проблем поселения всегда оставались дороги. За последние два года ремонт тротуара и покрытия прошел на 9 улицах Загорянского. «На ремонт автомобильных дорог местного значения было заложено 10 млн 112 тысяч, а израсходно 8 млн 971 тысяч. На внутриквартальной дороге было заложено 1 млн 603 тысячи, почти 604 тысячи, все они израсходованы». Также большое внимание уделялось развитию материально-технической базы сферы ЖКХ. Более 4 млн пошло на приобретение спецтехники. Были закуплены новый мусоровоз, трактор и грейдер для уборки снега. Для машин, работающих над вывозом отходов, была приобретена система ГЛОНАСС. Перспективами на 2016 год поделился председатель комиссии по муниципальной собственности ЖКХ и экологии Антон Харчевский. «В план входит проведение выездных проверок качества капитального ремонта в многоквартирных домах, организация конкурса на лучшее содержание придомовых территорий, работа по решению проблемы канализации в деревне Облудино, взаимодействие с управляющими компанией в сфере ЖКХ и советами домов». После завершения отчета жители смогли озвучить актуальные для них вопросы, в том числе просили активнее работать над информированием населения. «На сайте администрации до сих пор нет информации о структуре МП Загорянской ЖКХ. Ольга Евгеньевна, я прошу исправить этот недочет и все то, что касается МП, всю информацию на сайт администрации выложить». Прозвучал вопрос по старой котельной поселения и интересовало жителей дальнейшее развитие программы газификации. «Котлы с коллективами, которые вывезли. Их туда просто перевезли. А почему? Потому что у нас решаются вопросы с подключением газа с Балашихой». Просили жителей активнее работать по устранению последствий зимней стихии, вовремя бороться с гололедом и снежными завалами. «Почему у вас дома? Дороги идут, петкают и падают, ни петка ничего нету». «Я по этому вопросу завтра с господином Байниевым Владимиром Николаевичем переговорю. И дам ему указание, чтобы проводил эту работу». Часть присутствующих жителей отметила эффективную работу депутатов фракции. «30 деревьев сухих спилили, вывезли, убрали. Сделали клумбу там, где были ухабы. Так, дальше рассадили цветы. Цветы выделяют каждый год. Так, следующее. Сделали асфальт». «У нас открыто во второй Загорянской школе котельня новая. У нас поступает отопление нет. У нас поступает отопление бесперебойно. Там установлено все автоматизировано, без участия практически человека». В рамках отчета депутаты фракции подчеркнули, что, конечно же, проблем в поселении немало. Задач на перспективу множество. И чтобы их решить, необходима активная командная работа и в дальнейшем. Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».